всем большой привет сегодняшний влог мы начинаем с завтрака у нас начались новогодние рождественские каникулы тире карантин в берлине поэтому все будем высыпаться вставать как нам заблагорассудится сегодня встали в 8.30 утра обычно встаем в 7.30 не детки в 7.30 встают приготовила им гречневую кашу с молоком с бананами кого ты там кормишь я себе тоже сделала завтрак но у меня он не сладкий как у деток а соленый гречка с пармезаном здесь у меня кусочки моцареллы помидорки черри и две маленькие сосиски не знаю с утра мне не всегда хочется сладкое поэтому сегодня такой соленый завтрак практически обед и чай с лимоном сделала себе вот чай у меня кстати сладкий с утра чем мы сегодня будем заниматься котят детки ждут уже со вчерашнего дня но мы вечером вчера не стали потому что уже темно было пришли мы поздно что гринч придет марк все переживает говорит а если подарки вот под елка гринч заберет все нет маркова к нам не приберется у нас очень хорошие окна прочные он не приберется в нашу квартиру камень бросит и разобьет да нет папа будет защищать марк гринч боится я завяжу тебе повесить она как раз розовая да она нам подходит посмотрите на эту красотку алина говорит мам я как елочка вся украшена среди два браслета что там у тебя еще бусы заколка чего только нету красавица в общем мы принесли из кладовки алина дай покажу наши коробки здесь у нас все украшения для елки здесь прошлогодние вот эти вот веточки тоже подумаем как и не украсить я точилка попалась алине сегодня в адвент календаре попался вот такая точилка перламутровая эльза а марку самолетик да опять что давайте первым делом наклеим снежинки пока светло у нас так темнеет рано маркош снежинки я уже не первый год заказываю на алиэкспресс вот такой громадный лист стоит не помню честно говоря это меньше евро давай что вот такие снежинки у нас получились очень здорово смотрится так немножко видны через тюль классно все начинаем украшать елку алин вам задание с марком алина разложить игрушки по цветам белые к белым серебряные к серебряным так разложили наши игрушки у нас получается розовые белые и серебряные но не так много игрушек но я решила круглые обычные шары не покупать потому что ими вообще не хочется любоваться вы знаете я люблю игрушки которым хочется подходить и рассматривать но многие игрушки вы видели у нас еще из-за видновской квартиры из россии привезены какие-то игрушки были золотого цвета я их убрала потому что нам в этом году они не подходят по цвету ну парочку буквально оставила любимых таких вот это все из россии еще привезено что-то мы в таллине докупали так 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 ищу таллинские игрушки например вот такие вот шарики необычные брали в таллине знаете вот реально у каждой игрушки какая-то своя история помните вот эту фею тоже брали в таллине а вот эту игрушку мы взяли на рождественской ярмарке в таллине буквально за пару дней до отъезда тоже знаете такие воспоминания приятные что еще у нас из сталина вот это зеркальце вот эта игрушка у нас еще из россии ей уже много лет тоже такая тяжелая увесистая я удивлена что дети ее не разбили она керамическая вроде вот эту игрушку мне в прошлом году дарила моя зрительница смотрите какая красивая фея что я здесь покупала в этом году вы уже видели во блогах вот этот пончик выбрала алина в этом году я очень понравился в магазине что у нас еще из новенького но вот эти вы видели розочки припыленные снегом я в этом году брала вот эти розочки очень красивые что у нас еще это кстати если экспресс заказывала вот такие цветочки ну совсем бюджетные правда я думала они в раза два будут больше вот эти надписи тоже я здесь купила виш и белив тоже вот здорово смотреться на елочке что еще сосульки надо кстати к ним прицепить ленточки но они такие прозрачные я не знаю особо они будут видны или нет вот такой домик кстати в экшене купила совсем бюджетный тоже очень понравился симпатичный оленят несколько у нас вот таких вот медвежат это из новых игрушек к сожалению много белых игрушек я оставила видным в нашей старой квартире вот такие красивые ну кстати вот это и наверное единственная стеклянная игрушка очень такая опасная для деток вот эти тоже очень красивые сердечки что там еще у меня что-то похожее было кстати вот эту ленточку взяла надо будет бантики из нее сделать что у нас тут вот таких елочек ангелочкам докупила кстати еще взяла вот такую вот ткань а буду из нее делать бант на елку но и наши вот эти вот там бусики есть обычный вот эти поинтереснее мне кажется понежнее смотрится в целом все все что хотела вам показать вот этих бабочек я вам тоже уже показывала деревянных да и алинка увидела вот этот вот леденец тоже мы могли пройти мимо него давайте вот эти красивые бусины у нас вот эти самые красивые они такие нежные посмотрите так али давай помогали мне давай снизу покажу ой а че они такие короткие а сломались немножко вот так сейчас будет вот это не какая красота давай помогай вот здесь снизу у нас не хватает вот здесь давай а 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 и не а линк а на киеве лун а а алина уже повесила свою игрушку из киндера вот она висит розовенькая девочка наша давай вешай маркуш куда хочешь только чтоб они близко друг другу не были распределяй сам место вот тут например смотри место у нас есть ты моя умница аккуратно вешаешь Чтобы снег, во-первых, не упал Не получается Смотри, у меня одной рукой, конечно, тоже неудобно Вот И вот так, чтобы он сидел И чтобы его было видно Зацепился Вот, все-все-все, не трогай, не трогай, нормально, давайте дальше Красиво? Молодец, давай дальше Чтобы два у нас было Потому что один с одной стороны будет Другой с другой Сюда куда-нибудь Не особо видно? Вот сюда, вот сюда повесь елочку Красиво Вот только, Марк, давай, с разных сторон Вот тут у нас голая елка Давайте с разных сторон вешай А я, конечно, санки Вешай А я тут все повесю Алин, знаешь, вот здесь, чтобы видно было Мне кажется, вот здесь санки надо Мама, где пончик? Пончик я хочу Так, 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 так Не видно их, смотри Подожди, подожди Марк, это Алина пончик покупала Пусть она, ладно, вешает Алин, куда нам пончик? Вешай Мальчик, как ты Хап-хап Чтобы его видно Ну, поаккуратнее вешайте Мама, Адам Ну, вешай Алин, он очень тяжелый Давай я его повешу, ладно? Можно я его повесю? Вот здесь у меня, мне кажется Мама, нельзя скидать О, она у меня И вот сюда, кстати, поезд Мама, я ажу Молодцы Мама, я ажу 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 Ну что, вот такая елочка у нас получается Кстати, равномерно Я боялась, что их будет не хватать Вот так Это бабочка Как-то некрасиво у нас лежит Проверим У нас еще что осталось? Бант, сейчас сделаем Хотела я сделать кружевные еще бантики Из вот этой вот ленты кружевной Алина все-таки хочет разложить вот эти вот бантики Они маленькие Их вообще толком видно не будет Ну разложи, раз хочешь Алин, ты туда вешай для гномика? Давай, Марк, а ты вот сюда повесь И гномики будут приходить И класть вам туда подарочки Нет, Марк, другой стороной, смотри После того, как адвент-календарь закончится у нас Вот-вот и до самого конца Вот, красивый носочек висит Да, и ты свой здесь повесила Все, гномики придут, знают, что это для Алины носочек, а там для Марка Так, из-за вот этой ленты мы сейчас попробуем сделать красивые бантики Какие-нибудь средние величины Тебе не видно? Эй Что-то некрасиво Вот так же неожиданно Так не видно Давай подальше Красота? Да Смотри Берем, отрезаем ленту Зачем? Будут нежные кружевные бантики Делаем сначала узелочек Вот такие бантики у нас получили Сколько штучек, Алин? Пять штучек, да? Сюда Так Что делаешь? Бантик завязываю Как? Вот сюда можно положить Мне тоже Смотри, Алина, кто вот так снизу на последние ветки развесил? Так не надо на последние ветки Спросите, почему папочка не помогает? У него сегодня рабочий день Поэтому он работает у нас Сейчас, подожди секундочку А когда мы будем там Он может свалиться и разбиться Надо Что? Когда мне на лысине Сейчас, секунду, Алина На лысине уже надо Ничего у нас не осталось? Вот видите, смотрите Буквально миллиметр и падает, разбивается Это стеклянная игрушка За детьми все перепроверять надо И последнее, что у нас осталось Это сделать большой банк Из вот этой ткани Сейчас попробуем Ты видела, Алина, что у нас тут творится? Все в серебре Всем мыться после украшения елки Ну вот Ну ладно, что-то получилось, смотрите Ну более или менее Сейчас еще подправлю В общем, половина блесток у меня уже на мне Ладно, вот так вот тогда вешаем Ну вот что-то типа такого Сейчас на елке поправлю Посмотрите, вот видите Все блестки, они на мне Вот оно Богатство Не, блестки, конечно, это красиво Ну что, показываю вам издалека Как наша елочка украшена Эта сторона у елки самая красивая Самая пышная Поэтому больше всего игрушек У нас с этой стороны С этой стороны, видите, меньше веточек Поэтому она у нас будет сбоку спрятана Ну и здесь тоже Поменьше веток у нас Поэтому Там не так сильно украшали Хотя в целом Игрушек хватило на всю елку Вот такая у нас верхушка Мне кажется, здорово получилось Звездочку сверху повесила Скрыла вот эту худую Некрасивую ветку И бантик вот такой у нас получился Давайте я вам поближе покажу игрушки Очень понравился вот этот сковоречник Вот каждую-каждую игрушечку на елке Люблю Продолжение следует... Продолжение следует... Марк отказался, захотел то же самое, что у папы. Котлета в духовке, запеченные овощи. Как папа кушает? Я решила разложить здесь вот эти веточки, которые у меня оставались. Это искусственные. У меня еще есть красные. Но красные нам вообще в интерьер никуда не подходят. Я единственную парочку вот таких вот розоватых в снегу оставила по краям. И хочу снега добавить на вот эти ветки. Сейчас с вами попробуем это сделать. Вот так, другой рукой. Издалека. Надеюсь, я ничего не испорчу. Вот. Вот так чуть-чуть совсем. Вот видите, как сразу смотрится поинтереснее. И вот здесь все вот так оставляю. Вроде неплохо, нормально получилось. Единственное, мне кажется, что эти ягодки не особо тут подходят. Немного лишние. Сейчас издалека вам покажу. Может вообще их убрать? Ну хотя ладно, пусть пока будут. Если что, потом уберу. Ну симпатично, да? Вот этот уголочек у нас. Смотрите, как у Алины поделку делает. Так, расскажи, что тут Алина нарисована. Но себя я узнаю. Почему? А на конца ваши ледки. Да, кончились? Ну все. Я кушать еще. А что это такое? Сейчас дам, Катюн, подожди. Там мороженое продаю. Мороженое? Это ты стоишь с конфеткой, Марк с мороженым. Это папа? Да. Какие мы красивые. Нам вот так неожиданно пришла посылка с Сашиной компанией. Подарочек к Новому году. Открытка. Вот такая вот шапочка Деда Мороза. Ну это, я так понимаю, детская, наверное. Надо будет еще одну купить, чтобы у деток было две. Потому что у нас таких нет. Я думаю, им понравится бегать с ней. Следующее, что у нас здесь. Это написано Glucvine. Это Glintwain. Он алкогольный. 9,5%. Мы, конечно, алкоголь не пьем. Но на Новый год, в принципе, можно будет себе сделать по чуть-чуть. Надеюсь, не опьянеем сильно. Такие конфетки. Я так понимаю, кешью в шоколаде. С какой-то посыпкой. С корицей написано. И кориандром. И зонтик. Нужная вещь. У Сашки есть большой черный зонт. Это поменьше такой компактный. Так неожиданно. Курьер привез. Мы даже не ждали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok